История ахалтыкинской породы насчитывает более двух тысяч лет. Туркменское государство уделяет ей особое внимание. Силуэт коня на гербе. В честь него учреждён и государственный праздник. Но сегодня международные эксперты заявляют, что чистота ахалтыкинской породы в Туркменистане остаётся под большим вопросом. Мы обратились к председателю Государственной ассоциации туркменской иконе Кериму Бяшимову, присутствовавшему на чемпионате в составе жюри. Пусть закончится мероприятие. Пусть с начала мероприятия закончится. После этого диалога Бяшимов покинул мероприятие. Вслед за его отъездом были прерваны и другие мероприятия, значившиеся в повестке дня. По словам организаторов, это открытое мероприятие. Но нас, корреспондентов Радио Свободная Европа, Радио Свобода попросили покинуть место проведения чемпионата. Организатор чемпионата Петра Марышева попросила покинуть место проведения мероприятия известного туркменского конезаводчика, бывшего руководителя Государственной ассоциации туркменской кони Гельды Киаризова, приглашённого ей уже накануне. Это видео нам предоставила дочь Гельды Киаризова София. Вы для меня змея. Можно хороший коневод в прошлом, но как человек себя, видите, очень плохо. И мне это, он здесь был, как в гостях, как и. А что я ему сделал? Пригласил эту радио. Давайте пригласим радио. Вы сам знаете, что он может иметь проблемы. Австралийский конезаводчик и коллекционер Роза Мари Свифт считает, что запрет на присутствие опального экс-министра и коневода придало публичному европейскому мероприятию политический оттенок. Гельды попросил нас уйти очень грубо. Он подготовил большую презентацию родословной ахалтыкинских коней, чтобы рассказать об этом людям. Частота должна соблюдаться. Почему? Частота породы соблюдалась на протяжении многих тысячелетий. Почему происходит смешение? Это то, что происходит. Позже у себя дома Киаризов рассказал, что планировал выступление на ахалтыкинском чемпионате. Знатоки заявляют, что в настоящее время чистоту породы можно определить только путем генетического анализа, а Туркменистан необходимых исследований не проводит. Гельда Киаризов – один из немногих туркменских чиновников, выступавших за расширение международного сотрудничества. В 2002 году Киаризов был арестован и провел почти шесть лет в тюремном заключении. Сейчас Киаризов получил политическое убежище в Чешской республике. Для определения породы у туркмен есть собственные традиции. Вот об этом я и собирался говорить. То, что кто-то приедет, я и не думал. Вынудить его уйти – такого намерения у меня не было. Во второй и основной день чешского чемпионата ахалтыкинских коней мы снова попытались попасть на мероприятие. Объяснить причину запрета на освещение мероприятия журналистами «Радио Свободной Европы» и «Радио Свобода» главный организатор мероприятия Петра Марышева снова не пожелала. Действия чешского конезаводчика Марышева и часто посещающий Туркменистан напомнили стиль поведения туркменских чиновников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова